Всем привет! С вами канал AlexDNPro. Сейчас я расскажу вам о том, как защитить свой телефон от посторонних лиц или как ограничить доступ к приложениям на вашем устройстве. Итак, я буду использовать программу AppLock. После установки программы вам будет предложено ввести ключ. В данном случае ключ у меня простой. Все, открываем приложение. Итак, что у нас здесь есть? Какой функционал? Значит, первое. Хранилище. Что это? Здесь мы можем хранить наши фото и видео, которые впоследствии переместятся из нашей основной папки в дополнительную папку. Давайте посмотрим. Например, возьмем фото, любое. И нажмем на замочек. Переместить в хранилище. Операция выполнена. Теперь у нас есть два фото. Также легко их потом будет восстановить. Нажимаем на замочек открытый. Переместить из хранилища. Ну, собственно, с этой функцией все понятно. То есть, это внутренняя функция нашего приложения. То есть, все фото и видео попадут во внутреннюю папку нашего приложения, которая скрыта и доступ к ней получить нельзя. Также мы можем закрыть любое приложение, ограничить доступ к любому приложению. Пусть это будут звонки, какие-то уведомления, Play Market, те же подключения к Wi-Fi и Bluetooth, те же браузеры. К примеру, я взял, закрыл браузер Chrome. Давайте попробуем его открыть. Жмем открыть. И нам предлагают ввести ключ, без которого браузер не откроется. Все, браузер открыт. Да, кто-то может подумать, так, не фиг дело. Сейчас мы установим это приложение, после чего его легко можно будет удалить и воспользоваться нашими файлами. Итак, нажимаем настройки, и тут, как вы видите, тоже все заблокировано. Чтобы попасть в наши настройки и удалить приложение, нам необходимо будет ввести ключ, правильно? Итак, вернемся в PPP Log. Но на этом наши функции этого приложения не заканчиваются. Есть еще такая функция, как камера. Итак, что же это за функция? Селфи злоумышленника, вот с восклицательным значком. Что же это такое? Фотографировать злоумышленника. Вот допустим, сейчас я попытаюсь открыть какое-нибудь закрытое приложение здесь и введу неправильный код. Давайте попробуем еще раз настройки открыть. Как вы видите, ничего не происходит. То есть, просто ключ был неправильным. Но после этого, когда вы откроете ваше приложение, вам сразу же, сразу же покажут, что был кто-то, кто хотел взломать его. Вот так вот, сразу же. Итак, в разделе «Больше» нам будет предложена установка дополнительных пакетов программ. Ну, собственно, в этом функционал еще не ограничивается. Есть еще такие параметры, как разблокировать все, заблокировать все, различные профили. Есть также профили именно по времени. То есть, вы можете выставить определенное время, и у вас будет происходить блокировка, либо разблокировка всего, что вам нужно. Или даже такой вариант, как подключение при распознании сети Wi-Fi. Wi-Fi сеть распознается, и вы сразу же получаете разблокировку или наоборот, все заблокируется. Где можно использовать это приложение? Ну, если вы боитесь за данные, которые есть у вас на вашем устройстве, вы можете их защитить этим приложением, и никто больше не сможет открыть какие-либо папки с хранением ваших личных файлов, ваших личных документов. Вы можете закрыть галерею, можете закрыть проводник, который тоже будет способствовать, так сказать, открытию ваших файлов. вы можете ограничить доступ детям, чтобы они не открывали браузер, да, там интернет всякие не смотрели, там Wi-Fi им запретить, всякие подключения запретить. или же даже вы можете захватить чужое устройство, тайно установив на него АПП-лог, и после этого требовать какие-либо благи для себя, так сказать, шантажировать человека. Твое устройство находится у нас, и для открытия его, для разблокировки, ты должен нам передать множество конфет газировки. Ну, это, конечно же, шутка, но, тем не менее, приложение весьма функционально, рекламы здесь я не видел, то есть это все ненавязчиво, все, как говорится, для людей. Поэтому я оставлю твердую пятерку этому приложению, и советую вам его испытать. Ну что ж, на этом все, ставьте лайки, если вам понравилось это видео, и подписывайтесь на наш канал. Спасибо.